Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Kia Sportage 2012 года выпуска с двигателем 2 литра, бензин. На этом автомобиле мы сегодня заменим масла, фильтра и салонный фильтр. Поднимаем автомобиль и сливаем масло. Продолжение следует... Головка здесь на 12 Находится здесь 4 болта спереди и 2 болта сзади. Также у нас 2 клипсы. Одна клипса отсюда держит. И одна клипса вот отсюда держит. Это 2 последние клипсы. Честно говоря, немножко неудобно. Ну а что сделать? Вон он, наш фильтр. Снимать все равно надо. Снимаем. Откручиваем болт. Ключ здесь на 17. Масло грязное. Так, сливаем масло. Слили масло. Закручиваем пробку на место. На пробке смотрим, чтобы колечко было. И затягиваем его. Переходим немножко вперед. Вот он, наш масляный фильтр. Снимать его очень удобно. А вот добираться до него надо снимать защиту. Берем краб и крабом откручиваем его. Можно колпак взять. Один нюанс. Масло на руку бежит. Протираем посадочное. Здесь удобно. берем фильтр фирмы AMD будет у нас под номером AMD PL 13 А AMD FL 13 Вот такой вот фильтр. Налил я в него масло. Смазал резиночку. И закручиваем. Все. Фильтр мы закрутили. Теперь мы ставим на место защиту и опускаем автомобиль. Клачевный мальчик. Клачевный мальчик. Клачевный мальчик. Белый мальчик. Продолжение следует... 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 Не видно какой... Новый фильтр мы будем использовать фирмы Порцмал. По Порцмалу он идет ПАА-082. Продолжение следует... Продолжение следует... Поднимаем крышку... И заводим новый фильтр... Ставим его в ПАС... Опускаем крышку... И защелкиваем защелки... Все... Единственное, когда вставлять, его надо вставить ровно, потому что он немножко смещается, он на торец встает и неудобно защелкивать. Защелки должны застегнуться все с одинаковым усилием. Продолжение следует... Заливаем масло... Масло мы будем использовать GM 5W-30. Оригинальный номер идет 194-2003. Заливаем... Куда-то свою воронку затолкал... Вырезал с баночки... Встает нормально... Влил всю банку... 5 литров... 5 миллиметров не хватает до верхней точки... Масляный фильтр... У нас... Полный... Я залил... Поэтому... в систему оно... Нинтересно... пойдет. Так что надо брать сюда 5 с копейками, ну, брать 6 литров и немножко доливать. Теперь идем и меняем салонный фильтр. Открываем водительскую дверь, открываем бардачок, снимаем амортизатор, аккуратненько, ну, жестко берем и отводим в сторону. Поворачиваем вот эти две заглушки-фиксаторы и вытаскиваем вот такие фиксаторы. Поворачивается против часовой стрелки, один и второй. Опускаем бардачок и вон она наша заглушка. Сейчас свет добавлю. Вот, подсветил. Вот здесь вот с правой стороны нажимаем два вот этих флажка сверху снизу и открываем крышку. Вот эти вот флажки. Вот он и фильтр стоит. Берем отвертку, поддеваем его и вытаскиваем. Так вот я смотрю стрелка вверх стояла. По-моему она должна, если я не ошибаюсь, вниз стоять. Но фильтр очень грязный. Новый фильтр мы будем использовать с фирмой Порцмал ПМА 011. Корейская фирма. Вернее по-другому. Хотел сказать про фильтр салонный. ПМА 011 не заказывайте. Заказывайте ПМА 022. Он идет на сантиметр шире. Этот фильтр у нас получается ложится вниз. Вот так вот. Поэтому заказывать надо другой. ПМА 022. Протираем крышку. Крышка очень пыльная. Крышку протер. Вставляем ее на место. И защелкиваем. И отправляем хозяина за новым фильтром. Поднимаем бардачок. Защелкиваем амортизатор. И вставляем оба фиксатора на место. Поворачиваем один. Поворачиваем второй. Все. Салонный фильтр мы заменили. Масляный заменили. Воздушный заменили. И масло в двигателе заменили. На этом все. Всего вам доброго.